Уроженка Каркаролинска Жалкозын Кауашева одна воспитывает пятерых детей. Женщина помнит горький вкус своего детства и теперь беспокоится о судьбе своих малышей. Дело в том, что их текущее состояние может даже усугубиться. Старшая из ее детей учится в школе-интернате в Саране, а второй ребенок Диас умственно отсталый. Чтобы отдать его на обучение в специальную школу, мама не может купить даже одежду. Ребенку исполнилось 7 лет, и он уже отстает от школьной программы. У младших братьев Диаса также не все в порядке со здоровьем. У пятилетнего Дамира был диагностирован сколиоз и сердечная недостаточность. Мать-одиночка не имеет возможности покупать лекарства и лечить своих детей. «Мы вместе с сестрой снимаем эту квартиру. Младшей дочери нету и двух лет. Поэтому оставить всех детей и пойти работать я не смогу. От государства получаю 10 500 тенге в месяц. Этих денег ни на что не хватает. Куда ни пойди, спрашивают прописку. А для этого с каждого человека требуют по 10 тысяч тенге. Как вы понимаете, мы не можем себе этого позволить». Но самая главная проблема состоит в том, что Жокозынка Уашева и ее семья нигде не прописаны. Поэтому у них нет возможности встать на очередь на жилье. Чтобы помочь несчастной семье, приехали специалисты управления образования, отдела по обеспечению работы и социальных программ, медсестры и полиция. Они утверждают, что как только будет решен вопрос с пропиской, пособие вырастет до 90 тысяч тенге. «Мы знаем эту семью с осени прошлого года, когда раз приходили и оказали помощь продуктами. Мы готовы всячески помочь им. Но поскольку семья еще не решила проблему с пропиской, другие проблемы также не найдут своего решения. Когда они, наконец, пропишутся в этой квартире, то мы можем рассмотреть их вопрос подробнее». О проблеме большой семьи с подачей журналистов узнали в городском Акимате. В настоящее время сформирована специальная комиссия, которая и решит судьбу многодетной семьи.